Всем привет, меня зовут Юлия. Ровно год назад Россия начала войну против Украины. В этот день, конечно, будем поминать тех людей, которые уже нет возле нас, которые умерли, защищая Украину. Также я хочу поблагодарить всех волонтёров, всех добрых людей по всему миру, которые поддерживают Украину материально, которые молятся за Украину, которые сели в тюрьму за то, что они считают войну войной. Всем большая благодарность за ваши добрые сердца, за то, что вы привозите медикаменты, за то, что вы приютили украинцев у себя дома, за то, что вы размещаете их в своих больницах, бесплатно делаете операции, за то, что все государства в ущерб себе, многие отправляют материальную помощь, отправляют оружие. Огромное спасибо президенту Америки, который приехал в Украину в эти дни, да, показать, что вот выступление Путика, которое вообще ни о чём. Два часа просто люди спали в зале, потому что каждый из них понимал, что это бред сумасшедшего. Ничего толком нет, просто вода льётся туда-сюда. Этот концерт в Лужниках, который на 5 часов людей морозить, выдать каждому 500 рублей и нанять артистов, которых, ну, хотя бы будет список у нас всех тех, которые просто продались за деньги. И за этот год мы увидели многих людей, которые мы их любили, да, обожали их песни, а они просто оказывались продажными шкурами. То есть этот год нам много чего открыл. Много добрых людей, которые реально спасали наших украинцев, не зная кто, что, куда, они отдавали последних. За это огромная-огромная благодарность. В Анталии, конкретно, есть группа россиян, которые собирают деньги, они покупают машины, отправляют в Украину, генераторы. То есть ребята стараются вовсю помогать нам. То, что у нас, понятно, что украинские организации, которые тоже собирают помощь, отправляют в Украину. У нас сколько? Почти 3 тысячи людей, да, детей, сирот, которые находятся и в Анталии, и в СИДе, и волонтеры помогают им оплачивать проживание и все, что нужно. Всем огромная благодарность за вашу поддержку. И, конечно, пожелание всем, чтобы скорее эта война закончилась, чтобы в Украине война закончилась, и война с коррупцией тоже закончилась. И я желаю, чтобы в России был нормальный президент, честный. Который думает о своём народе. Потому что если соседние государства счастливы люди, они не будут ходить и громить соседей. Они будут счастливы дома. Им не надо будет ничего придумывать, как отмазаться, что у них нет денег. Есть и моё личное мнение. Я бы вам желала, чтобы президент был навальный. Да. Но этот человек настолько пострадал за свой народ. Сам пошёл. Ну, он знал, что его посадят. Конечно, никто не знал, что вот такие будут истязания. И это в ШИЗО столько будут держать, из-за того, что он против войны с Украиной. И он высказывается, и не боится этого. Его ничем не сломать. Потому что он живёт с Богом. Вот я бы желала России вот такого президента. Вообще Россию Бог любит. Он вам давал Бориса Немцова, который вы потеряли. А он вам дал Навального, Ходорсковский у вас, Чичевар. Мы должны понять одну истину. Если Бог на первом месте, всё остальное на своих местах. А если вам говорят, что вы идёте и убываете других людей, и это хорошо, там нет Бога. Это вера, которая пляшет под ручку, понимаете, зажигательные танцы с государством. К сожалению, к сожалению, это большое зло, когда веру использует государство. И вообще Бог Иисус Христос это запрещал делать. Я надеюсь, что многие прозрели уже. Если кто-то нет ещё, пожалуйста, прозревайте. Уже год война. Даже сам президент вашей страны называет это уже войной. Несмотря на то, что других за это слово он может посадить на 8-9 лет. Лишение свободы. Это страшно. Я всем государствам нашей планеты Земля желаю хороших президентов, которые будут думать о своём народе, чтобы все жили счастливо. И, конечно же, чтобы Россия убралась с территории Украины и оставила в покое вообще другие государства. Не надо ни на кого идти, никого спасать. Ребята, это не спасение, это убийство. Путику нужно каждый год показывать, какой он герой, какой он на коне, и он сильный. И чтобы это показать, нужно куда-то пойти и что-то завоевать. Ну, потому что по финансовой стороне, если он обещал, мы будем жить лучше, это не получается. Ну, потому что надо же себе закрепстить. Ну, как это? Надо же себе. Юля, ну, в смысле, как же кто-то отдаст кому-то, если себе не хватит сделать, построить какой-то новый дворец или купить какую-то яхту, или землю, или построить новый бункер. Вот. Вы должны это понять и выбрать хорошего себе президента. Это ко всем странам. Просто чем Запад лучше? Тем, что там президент страны думает о своих людях. И то, что вам рассказывают, что там и газу не хватает, и что-то топливное, это всё враньё. Это всё враньё. Зайдите в Ютуб. Ну, посмотрите не ваши новости, которые вам пичкают, а нормальные, адекватные новости. Я уверена, что у каждого из вас есть знакомый, который живёт за границей. Спросите у него. Ну, я понимаю, что если плохо живётся, хочется услышать информацию, что кому-то ещё хуже живётся. Ну, вы так не наладите свою жизнь. Понимаете? Лучше она от этого не станет. злорасовать, что у кого-то хуже, я не видела, чтобы эти люди достигали каких-то больших высот. Доброта в сердце, да. Любовь к ближнему, да. Это вам поможет вырасти. Но если этого не будет, ничего не будет. Старайтесь прозревать, потому что, если вы думаете, что от вас ничего не зависит, это неправильно. От вас зависит многое. Если все соберутся 140 миллионов, или сколько осталось, многие выехали. Поверьте, свергните вы эту власть, как только, ну, вот так. Главное, ваше желание. И понимание, что происходит. Ещё раз спасибо огромное всем странам, всем людям, которые помогают Украине, которые поддерживают, которые идут в тюрьмы заради того, чтобы доказать, что это война и что этого не может быть. Спасибо вам огромное. И желаю всем мира в душе, любви, благодати, мудрости и жить с Богом. Жить с Богом настоящим, с добротой, с любовью в сердце. Вот это я всем желаю. к тюрьме. Сыщение к тюрьме